Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! И когда я говорю добрый день, я действительно не знаю, можно ли назвать этот день добрым, когда продолжается бомбежка и военные преступления против украинского народа. С нами сегодня главный раввин Украины, который не бежал, а остался вместе с своей общиной и мужественно, я бы даже сказал героически, вместе со своим народом, народом Украины, разговаривает сегодня с нами из Киева. Раф Азман, я приветствую вас! Салам враха! Прежде всего, скажите нам, пожалуйста, что происходит сегодня на Украине, что происходит сегодня в Киеве и свидетелем чего явились вы, ни по телевизору, ни по рассказам соседей. Что вы видите происходить сегодня? Происходит война, происходят военные преступления. То, что мы раньше видели, то, что мы учились, то, что делали немецкие фашисты, сегодня это делает российская армия. Преступление, так сказать, массовое убийство мирных жителей, расстрел домов прямо, прямой наводкой, ракетами, гаубицами, там, не знаю, танками. Просто гибнут мирные жители, дети, женщины. Не из газет, это знаю. Это страшно, что творится. Мне просто кажется, что я во сне в каком-то нахожусь. Танки, самолеты, бомбежки, ракеты, автоматы, пулеметы, танки, вертолеты. Короче говоря, полноценная война идет. Не какая-то операция, как заявляют эти там, даже не знаю, а настоящая война. Вы, кстати, можете зайти на мой фейсбук и посмотреть, там я специально публикую лично, чтобы мне сказали, что я где-то это взял или какое-то неправда. Я сам, ну, по возможности, у меня просто мало времени, когда я встречаю людей, если у меня есть возможность, я беру сам интервью, там есть женщина, там есть семья, которая в Чернигове, разрушили, еле вышли живыми. Еврейская семья, живыми вышли из-под развалин, рассказывают ужасы, которые там были. Посмотри, пусть это все видят. Это надо, чтобы все это видели. И это не одна семья, это просто то, что у меня было время записать, это и самому есть очень много. Или бабушка, которая там записана, которая у нас в Анатевке была в 94 года, которая ребенком ее в последний отходящий поезд, когда нацисты захватили Киев, ее втолкнули в последний отходящий поезд, так бы она была бабе миру. А сейчас она второй раз бежит, второй раз из Киева бежит уже от русских фашистов. То, что здесь происходит, невозможно описать, это я каждый день просто протираю глаза, даже не раз в день, а в несколько раз в день, думаю, в каком-то фильме, наверное, или какая-то, не может такого быть. Я смотрю, так сказать, в Анатевке я был, там в нашем городке, это там просто сражение танков проходит, и как начинается утро, там 20, 30, 50 российских танков там наступает, там они уже уничтожили несколько прекрасных пригородов Киева, там Ирпень, у нас там детский дом был в Ирпене, так сказать, там ребята детей в шаббат еле увезли под обстрелами, у них дом дрожал, я даже не знаю, стоит этот дом еще или нет, наш детский дом. А еле-еле уехали вместе с детьми тогда, сколько детей погибло там в Гастомеле, в Буче, в Ирпене, в Стоинке, сейчас несколько километров от Анатевки, и это в прямом эфире все это, своими глазами, что там происходит, и вот я так думаю, неужели это, мне так все время кажется, что тигры, пантеры наступают, знаете, немецкие, мы воспитывались на этом, да вдруг свои русские танки идут, и что они делают, стреляют прямой доводки по жилым домам. Я это сам, это, естественно, там российские СМИ там показывают всякую чушь, и люди этому верят, это их проблема, это их проблема, это сучастие преступления, я считаю. Я это вижу своими глазами, это видел, я знаю, это не понаслышке знают людей, я беру интервью, я беру свидетельства, я думаю, что пригодятся на нюнербергском процессе номер два, который будет, наверное, в скорости. Когда вы просыпаетесь утром, и вам кажется, что это страшный сон, но тем не менее вы помогаете людям, расскажите нам, пожалуйста, о том, что делаете вы, и как мы можем отсюда помочь вам? Что мы делаем? Значит, мы занимаемся эвакуацией людей из различных городов, начиная с Киева, из Харькова, ну, с других городов, что там, с Чернигово вчера было, очень-очень тяжело было эвакуироваться, я хочу поблагодарить, кстати, Георгия Лагминского, который бывший народный депутат, мой большой друг, который организовал там невозможное, достать автобусы невозможно, автобусы же, армия сейчас вся взяла автобусы, автобусов нет, и даже если есть, то водители боятся ездить, надо под обстрелами вывозить, вот, и, короче говоря, это большая логистическая и большая финансовая вопросы, мы это решаем, так сказать, когда есть возможность, мы сразу, так сказать, это делаем, ну, иногда это просто, даже не, ну, просто вывезти автобусы, например, у нашей синагоги каждый день несколько автобусов, сегодня три или четыре автобуса отошло от нашей синагоги в сторону границы, то есть в сторону границы, они прошли границу с Молдавией уже в Кишиневе, надеюсь, вот, это и вчера, и позавчера, каждый день, и в Шаббат, и еще, и еще люди идут, но есть такие города, которые очень тяжело, которые надо не просто вывезти, то невозможно подъехать, это целый миф, что надо делать, много, так сказать, многоходовыми, сами-то, как бы возили Нежинскую общину из Нежина, из Чернигово, там просто страшно, что с городом появится, Мариуполь, Мариуполь, это вообще там страшно, что, ну, и все, Харьков, это, это, ну, это целая, там целая, целая логистическая проработка, надо делать, я просто так не вывезешь оттуда, даже за ними, вот, есть люди, которые просто я посылал, вот, например, когда в Ирпене, в Буче, там, там люди сидят неделю, в том числе евреи, кстати, мне звонят со всего мира, там, у меня мама, моя бабушка, там сидит, где дети, там сидят в полу, там, не знаю, где-то в погребе, там, где идут бои, и без воды, без еды, без лекарств, раненые есть такие, я, например, отправил водителя, ну, у меня просто один такой, не бесстрашный водитель оказался, потому что никто туда не хочет ехать, и ни такси за любые деньги не хочет, и ни один, и я предлагал в 100 раз больше денег, предлагал в 500 раз больше денег, предлагал за это, ну, короче, и в результате один водитель поехал, вывез там раненого, вывез там, кого-то еще вывез, и в него стреляли просто из пулемета, прямо даже пулю привез, которая у нас попала в наш микроавтобус, и, то есть не дают вывозить, а даже когда дают, делают гуманитарные коридоры, все равно их расстреливают, то есть расстреливают, потому что это еще не гарантия гуманитарный коридор, что не будут стрелять, поэтому, да, кроме этого мы делаем, мы развозим по бабушкам, дедушкам, лежачим, их так много в городе, развозим еду, лекарства, все, что нужно, которые, там дело то, что сиделки, которые сидели, многие из них просто убежали, ну, потому что у них есть свои дети, своя семья, и просто бросили этих людей, они просто не могут выехать, мы стараемся их найти, ну, и нам, и со всего мира присылают, у меня настолько телефон, у меня тысячи, у меня лично тысячи телефонов в день, мы сейчас сделали, просто на мой телефон поставлена линия, там есть, там нажмите, знаете, как автомат говорит, нажмите на один, переводится в одну службу, у нас есть целые колл-центры, которые занимаются одни репатриаристы, ну, это одни эвакуации, другие, помощью людям, третьи, там, волонтерами, четвертые, там, короче, это все разделено, это очень большая логистика, очень много-много, так сказать, много, complicated, так называть, вот, и, кроме того, мы просто, просто даем помощь финансовую, я со своей карточки пересылаю, мне просто люди звонят со всей Украины, говорят, мы сидим там в таком-то городе, не на что нам не купить, но нет денег просто уж купить, пришлите что-нибудь, и просто я бы сразу, через пять минут я посылаю деньги, просто со своей кредитной карточки, да, здесь по приватбанку, то есть, ну, переводится сразу за пять минут, и потому что есть люди просто, ну, остались без ничего, многие, здесь люди, которые я встретил, я сейчас был, тоже турне по всей Украине сделал в разных городах, я не говорил, где я нахожусь, и по понятному цели, я тоже встречался с людьми, которые приехали, беженцы, которые не могут приехать через границу, есть многие, там, по разным причинам, и просто есть люди, которые там бежали без ничего, дом разрушили, нету ни копейки денег, просто я им давал наличные, просто давал наличные, просто, чтобы они просто как-то выжили, и до того, как они смогут приехать в Израиль, или в Европу, или еще куда-то. Скажите, пожалуйста, поскольку я уверен, что не только я, но и многие другие получают подобного рода вопросы, говорят, у меня там остался дедушка, который не двигается, у меня там бабушка, у кого-то дядя, у кого-то еще какие-то родственники, кто-то в Киеве, кто-то в Харькове, кто может помочь, могли бы вы дать нам один телефон, что если у кого-то из нас в Америке, или где-то в другой точке света, есть кто-то на Украине, они спрашивают, кто же может их спасти, им помочь, чтобы они обратились в этот центр, телефон которого есть, вы могли бы его продиктовать нам сейчас? Я продиктую свой телефон, мне все равно звонят тысячи, свой телефон, то есть не надо мне только на WhatsApp звонить, потому что я не успеваю, если на него звонить напрямую, то сразу попадаешь на такой ответчик, то есть вы позвонили туда-то, туда-то, для эвакуации нажмите один, для помощи людям нажмите два, и там сидят люди дальше, когда человек нажимает, сидят люди, и там колл-центр принимает звонки и старается, то есть есть вещи, которые мы можем помочь и помогаем, есть вещи, к сожалению, бывают такие вещи, что мы не можем помочь, например, там люди, там есть, у меня даже на Фейсбуке есть папа, который умоляет вывезти мою жену и дочку, и детей там, несколько детей у него из Мариуполя, еврейские дети, он говорит, умоляю, и он мне звонит каждый день и пишет, и они нечем помочь, потому что невозможно туда зайти, Мариуполь, там идут бои, там расстреливают город, и просто невозможно зайти туда, даже у нас был случай, кстати, когда должны были там несколько автобусов вывозить из Мариуполя, сделали коммунитарный коридор, и мне так говорит Гарик, подожди, ни в коем случае не вывозите сейчас, ни в коем случае, почему, там люди сказали, почему, потому что все же коммунитарный коридор, не вывозите, и короче, не вывозили, там какой-то автобус просто, ну чужой, ну других людей, выехал, его расстреляли. Мы просто внимательно слушаем, прежде всего телефон. Плюс 3-8-0-6-3-7-7-7-8-7-7-7. Повторите, пожалуйста. Плюс 3-8-0-6-3-7-7-7-8-7-7-7. Так, пожалуйста, это мой личный телефон, не звоните мне по WhatsApp, потому что я не успеваю отвечать, я не знаю, разделить между звонком, то есть я все равно не смогу сам, у меня есть целая команда людей, которые работают, звоните по прямому, тогда это попадает на автомат, вам ответят. Я вам должен сказать, что когда я вижу российский фашизм самым лютым оскалом, угрожающий и народам Украины, и вообще по сути всему человечеству, и, наверное, прежде всего своему собственному российскому народу или народам, меня настолько огорчает, присутствие в Америке у нас русскоязычных людей, евреев или неевреев, которые стали проводниками дезинформации и, может быть, даже просто жертвами дезинформации, и мы слышим там вот такого рода соображения. Это идиот Зеленский во всем виноват, пишут они в социальных сетях. Ему же сказали, не лезь в НАТО, сидел бы себе спокойно, а вот он решил полезть в НАТО, вот он и получил, он виноват. Да, нужно этих бендеров, украинцев, антисемитов. Так им и полагается. Идет расплата с этими антисемитами. Нет сил у меня, и, наверное, может быть, даже у меня нет права. Я просто их в социальных сетях блокирую этих людей и стараюсь не видеть, не их слышать. Иногда я им отвечаю и говорю, что вы пособники фашистов. И что, когда будут судить преступников военных, вообще говоря, должны судить и всех тех, которые являлись частью пропаганды гибельской. Хотя гибельс, наверное, позавидовал бы Russian Today и другим российским, кремлевским пропагандистам и этим каналам. У него просто их не было. А тут оболванина целое поколение людей, конечно. Ну и поэтому у меня нет слов, я просто делаю многоточие и говорю, помогите мне, пожалуйста, в этом вопросе, потому что очень может быть, что среди наших слушателей сегодня есть вот такого рода, так сказать, оболваненные или, может быть, даже, так сказать, добровольно оказавшиеся по сторону, по ту сторону фашизма люди. Смотрите, я вообще сам, между прочим, родом из России. Я сам не из Украины родом. Я родился в России, в Ленинграде. Первые 20 лет прожил там. Что я могу сказать? Я еще в советское время, так сказать, мне не дал себя оболваний, как вы сказали, советской пропагандой. Я поднял тогда и пытался, так сказать, человек должен себя уважать, чтобы не давать себя оболваний. Понимаете, из тех дает себя оболваний, значит, он пособничает, пособничает. Посмотрите, немцы до сих пор отмываются от того, что их дали оболваний. Потом, когда они увидели зверство, которое немцы совершили, фашисты, они, значит, потом в ужасе, так сказать, раскаивались и до сих пор раскаиваются, платят репарации и так далее. То, что происходит здесь, сейчас, то, что люди, понимаете, я считаю, что в России не сделали очищение после этого сталинизма всего. То, что они сейчас реанимируют Сталина и так далее. Хотя Сталин убивал, в отличие от Гитлера, который убивал другие народы, Сталин убивал свой народ, миллионы жертв, гулаги и так далее, репрессии, страшные вещи. то есть, которые туда, и люди, и тогда, когда тогда стояли люди, когда расстреливали врагов народа, и эти кричали правильно им правильно, да, а потом их расстреливали. Вот это такое, не знаю, как это назвать, культурно. И это все еще не было, не прошло очищение, понимаете, то, что они не запретили коммунистическую партию, то, что они не сделали декоммунизацию, вот это, как этот сказал, хотите декоммунизацию, потому что они не сделали декоммунизацию, не преступления сталинских палачей, они не это самое, они не то, что они, они их восхваляют. И это, так сказать, и это приводит к тому, что падение будет очень серьезное. Это второй раз, это же второй раз, второй раз, это уже первый раз, можно сказать, что это заблудились, глупости, а второй раз это уже непростительно. И поэтому я думаю, что эти люди, так сказать, эти люди, которые дают себя зомбировать, Потому что сейчас они, если они не верят тем, кто, свидетели такие, как я, там еще много людей есть, есть сотни тысяч свидетельств, жертв, жертв вот этой, гибнут люди, невинные люди гибнут, а эти философствуют, понимаете, сидя у себя дома, да, в НАТО они, в чем есть НАТО? Кстати, а что вы живете в Америке тогда? Езжайте в Россию, там, если Америка, это основа НАТО, если, причем из НАТО, Владимир Зеленский, я горжусь им, как и 100% украинского народа, еврейского, кстати, гордиться им, потому что я, честно говоря, не был доволен, когда его избрали, я не был за то, чтобы евреи избирали президентом, потому что могли все шишки свадить на евреи, это, знаете, как в истории бывает, но сейчас, когда он не испугался, когда он стал героем, когда он, в отличие от трусов, который, там, тот президент Янукович, который сбежал, там, или там, который сидит в бункере и боится, так сказать, Зеленский, так сказать, как его называют, комик, там, и так далее, вот этот комик, он оказался мощнее, как Давид против Голиафа, поэтому я, как и все евреи Украины, я и в мире, знаете, не только евреи, весь мир гордится им, понимаете, он стал символом свободного мира, и я горжусь, и поэтому я горжусь, понимаете, надо понять, сейчас идет, это не то, что, так сказать, Украина борется, это весь мир борется против того, что, ведь дело в том, что, там, Россия угрожает ядерным оружием, сейчас, это не шутки, Россия захватила Чернобыльскую, сейчас войска Чернобыльскую, Запорожскую электростанцию, это может, атомную, там, атомную, это, в НРГ, в Чернобыле, это может, это же, понимаете, это же не игрушки, это же не только Украине, это всему миру угрожает, поэтому я, поэтому я бы сказал, за два дня до пулема, я бы сказал так, Аман, злодей Аман хотел уничтожить всех евреев, и чудо было, что, так сказать, азиазейство, так сказать, новое, так сказать, Аман хочет уничтожить весь мир, понимаете, включая евреев, поэтому, нам что легче, что нас хотят уничтожить или только евреев, или вместе со всем миром, поэтому то, что происходит, это страшно, это люди, которые или зомбированы, или заблудшие, или, которые от всего сердца, это соучастники преступления, я считаю, и я говорю, это тот, я говорю вам, это тот человек, который находится здесь и видит, не то, что по телевизору смотрит зомбированный, зомбоящий, а человек, который находится здесь, видит страдания, горе, горе, кстати, не только украинского, и русского народа, и еврейского народа, у нас есть сотни, у нас есть в Украине, там, 300 тысяч евреев, и ни одного, даже евреи, которые, у меня были такие евреи вообще, которые, которые были за Россию, которые были там сами свалили зомбоящих и были такие зомбированные. А сейчас я вдруг там смотрю, один говорит, ты где, побежал? Он говорит, нет, я в террообороне. Я говорю, как ты же? Я говорю, я же прозрел. Когда человек своими глазами увидел, когда его дурили, так он надурился. Но когда он своими глазами увидел, как они ракетами бьют по Киеву, по жилым домам, ну прозреет, ну только не прозреет, я не знаю, кто может не прозреть. К самоубийце. Ну я могу сказать, что кто не прозрел у нас, у нас здесь даже есть некая молодежь такая, которая уже по-русски не понимает, может быть она заслушалась какой-то пропаганды на Russia Today или где-то еще. И вот они вот винят, я просто вижу опять-таки это в соцсетях, и я не могу ничего ответить, я даже не пытаюсь уже больше. Но вот обвинение, а нужно было Зеленскому согласиться на условия, Путина, и никакой войны бы не было. Вы думаете... А может быть Путин надо было согласиться на условиях Зеленского? Почему? Понимаете, а что, кто сильнее, тот прав? Ну а посмотрите, Путин, он считает, что вот нужно было не двигаться на так, КИБО граница, вот он защищается, он же броняется, он же ничего не хотел, он же хотел наступать, он просто боится за Россию. Послушайте, я вам скажу такую вещь. Вот, смотри, я же не, я же не это самое, не, я не большой политик. Я говорю, я попросил только одного, когда они начинают там про нацистов эти сказки рассказывать в Украине, да, где-то здесь даже нациалистические партии парламент не прошли, там не прошли Ахуза Хосимаковский, процент избирательный, да, а здесь президент еврей Робинович, там глава оппозиции, премьер был еврей Гросс, вот, то есть в парламенте полно и полно евреев. То есть от кого они хотят защищать от нацицов сегодня? Они бомбят русский, русскоязычный город Харьков, да, который не встретил их с хлебом и солью, они его бомбят, просто, вот мы все склоняемся, почему они имеются от Харькова, потому что русскоязычный город вы не встретили, вот просто вот получите, просто вот убьем вас и все. Вот, и русскоязычный город, который, если бы хотел, он бы вышел с хлебом и солью. Никто не вышел, русские все, русские люди в Украине, они стали все украинцы Россия сплотила Украину сейчас такое единство всех народов, всех людей 100% поддержка президента Зеленского в Украине и поэтому президент и еврей и поэтому сейчас праздник пурим но с Божьей помощью Украина уже победила она выстояла они что думали, что за 3 дня пойдет я тоже не думал но настолько это сплотило народ настолько это единство я вижу украинцы борются причем это разное это просто чистая такая война за независимость за свободу, за свое будущее за своих детей и просто весь народ никто не заставляет люди записываются в это народное ополчение и рискуя жизнью так сказать я не знаю я у меня глаза протираю потому что я думал я читал про Великую Отечественную войну что они говорят что как бросались на танки рискуя с собой а здесь я вижу наоборот я думаю неужели это не пантера с тиграми нет и тут наоборот у меня в голове честно говоря просто поворачивается мы же сами были с детства на чем научены что есть русские есть немцы русские хорошие немцы плохие идут немецкие танки на них бросается русский человек с гранаты подрывает рискуя сам погибает а здесь я вижу совсем другое понимаете и вот это меня так сказать у меня это самого как бы ну как бы ну вышибает скажите пожалуйста последний вопрос который хочу вам задать пусть он будет одновременно и благословение вам и дай бог чтобы мы встречались с вами на радостях и на праздниках тем не менее мы с вами в преддверии самом праздника пури и вот представьте себе что вы с вашей общиной и мы зашли к вам русскоязычные евреи Америки мы зашли к вам на праздник и вы говорите со своей общиной и говорите с нами что бы вы сказали нам к празднику пури в этом году давай запурим товарищ по одной давай запурим товарищ мой что я могу сказать давайте сделаем давайте в пури давайте радоваться радость написано что симха порэцет коля гидарим радость она все преграды распространения поэтому надо хорошо радоваться в пури и и все будет добре как у нас все будет отлично а коли я бы седок а чему мы радуемся чему мы радуемся мы радуемся тем что ну знаете в пури мы радуемся что еврейский народ чудо так сказать что гараля почему называется пурем пур уа гараля пур это был жребий и что жребий который злодей Оман бросил и он выпал на месяц даром перевернулся и наоборот его повесили а еврейский народу было освобождение потому что доска мы оборадуемся тем что всевышний перевернула до джеби и кода жребе я хочу сказать чтобы это сказать еврейский народ сказано что в пулем они удостоились будем это самое веселое самый важный праздник потому что даже емки пур на самый главный он называется емки пулем день как пулем пулема еще больше чем емки пор это не просто тоска хихихаха или выпить там или переодеться пулем это величайший праздник когда всевышний доскается когда бог перевернул то сказать все вот это за благодаря от шуи благодаря раскаянию благодаря массирует нефишцам пожертвования еврейского народа всевышний так сказать перевернул от жребе и дай бог чтобы мы так сказать у нас будет тоже перевернут хорошее и буду карелах ватсала и на самом деле придем пойдем встречать маши их а вижу что довольно маши их а богу могу наверно и с божьей помощью мы увидим большие чудеса таки фуме от бамош немедленно будем надеяться что прямо сейчас в этот праздник будем все перевернется и так же как во времена пурима тот кто строил виселицу для мордыха его самого на этом дереве повесили точно так же мы будем надеяться что все перевернется и тот кого хотели уничтожить он как раз и поднимется я хочу кстати сейчас записать обращение с божьим моим хочу чтобы в этот пост эстер который будет после завтра евреи тоже молились за президента зеленского который так сказать который пережил уже 10 10 на него было покушение это человек который простой так сказать простой еврейский парень который так сказать комик так как они говорят артист который стал они с того места стал президентом и которые так сказать вот они на россии не любят потому что он не коррупционер он просто простой просто хороший веселый человек и вот это самое я думаю наши митсвы это до всего еврейского народа его поддержать может быть во время постанов надо будет политься за него я хочу попросить всех потому что он это не только но на это олицетворение свободы справедливости и правды на самом деле он возглавляет борьбу отстаивая свободу и свет не только украины и даже не только у мира а на самом деле российских народов потому что мне кажется главная война которую путин ведет это для того чтобы оставить в рабстве свои собственные народы то есть народа россии чтобы зажимать там гайки и у них не было свободы слова не было ничего другого то что есть на украине поэтому вы боретесь за свободу на самом деле отстаивая всех нас конечно мы обнимаем вас всего самого хорошего шалом дорогие друзья приветствую вас хорошего дня солнца хорошего настроения всем радости несмотря на все трудности несмотря на войну мы идем вперед и все будет добре в этот шаббат читаем новую книгу которая называется в экран и возвал всевышний к маше там есть такие слова он говорит человек который захочет принести жертву бога мекем от вас должен должна быть эта жертва то есть когда мы хотим приблизить человек который захочет приблизиться ко всевышнему он должен принести жертву от себя и от всей души своей то есть когда мы делаем что-то хорошее сегодня у нас нелегкое время и сегодня каждый из нас стоит перед испытаниями сегодня у нас каждый человек проверяется его внутренность его сущность многие из нас здесь в украине мы видим что многие люди стали героями люди раскрыли я хочу сказать что когда всевышний обращается когда это доброе дело защищать свою родину когда дело добрые дела со всей сердцем когда обращается богу тогда все вышли несомненно отвечаем праздник будет самый веселый праздник знаем что злодей аман за свое время замышлял и кидал жребий уничтожить еврейский народ и выбрал этот месяц выбрал это время все вышли перевернула во планы злодейские я надеюсь что те, кто замышляют сегодня уничтожить весь мир и грозят ядерной кнопкой применить ядерное оружие, чтобы уничтожить весь мир, то Бог сделает большие чудеса и перевернет это все. И тот, кто замышляет гадости, делает плохое зло, Всевышний опустит на их голову это все. Я вам это говорю. С Божьей помощью у нас есть опыт еврейского народа. И с Божьей помощью добро победит зло и свет победит тьму.